Карелия 39-й километр автодороги Петрозаводск-Суаярве. Когда-то здесь пролегали важнейшие рубежи обороны карельской столицы. Сегодня на этом месте находится карельский курган славы, воинский мемориал, братское кладбище и музей под открытым небом. В этих гробах останки 90 красноармейцев, обнаруженных поисковыми отрядами фонда эстафета поколений в разных районах республики. Более 70 лет эти воины, павшие за Петрозаводско-Карелию, считались пропавшими без вести. Господня Земля, исполнение Вселенной, живущая на ней. Вечная слава героям! Вечная скорбь по героям! Вечная им память! К слову, пятерых защитников карельской земли удалось опознать по запискам, сохранившимся в солдатских медальонах. Поисковиками была проделана серьезная работа по поиску родственников, которые также присутствовали на захоронении. Одного из бойцов, сибиряка Дмитрия Леонтьева, обнаружила жительница Москвы Татьяна Ковалева. Два года назад она тоже получила весточку о том, что в Карелии найдены останки ее без вести пропавшего прадеда. В прошлом июне как раз было захоронение моего прадеда, и вот говорили уже о доброте и вообще духе вот как-то карельских ребят, и мы настолько с ними стали общаться, подружились, что в сентябре я уже просто приехала на мероприятие год назад, просто на захоронение, увидеться, пообщаться, еще приобщиться как-то к этому. И вот так же в субботу прошло мероприятие, а в воскресенье мы поехали покопать в лес. Это была моя первая поездка в лес, то есть у меня никакого до этого опыта не было. Но, видимо, новичкам везет, и мы в этот день подняли пятерых бойцов, причем у нас была небольшая компания, там было человек семь, и мы подняли пятерых бойцов, из них было три медальона. И вот как раз вот у меня попался медальон, то есть мы просто с Ильей Герасевым поднимаем бойца, и просто у меня оказывается в руке медальон. Ну и вот потом, когда его открыли, оказалось, что это мой прадед с Алтая, я сама родилась тоже на Алтае, оказалось, что тоже Димочка Леонтьев, тоже человек с Алтая. Младшая дочь солдата Дмитрия Леонтьева была найдена в Сибири, преодолев расстояние в 4000 километров. Она приехала в Карелию, чтобы почтить память отца и увидеть места, где оборвалась его жизнь. Похоронка была, что без вести пропавший. Мама писала везде, и все, и больше никаких вести не было. Без вести, без вести, и все. А вот в 13-м году мне сообщили, что нашли его. Ну, решила съездить, а пенсия мала. Мне не на что было ехать. Искали спонсоров. Район наш, Меграм, он мне не помог. Бытует мнение, что финны без особого труда вошли в Петрозаводск, оставленный нашими войсками. На самом же деле за город шли ожесточенные бои. За каждую пять карельской земли красноармейцы стояли насмерть. Взять хотя бы тот самый 39-й километр автодороги Петрозавод к Суаярве. Один из боев, когда-то проходивших здесь, под виллогорой, воспроизвели карельские реконструкторы. Удивительные люди, которые в свободное от работы время изучают военную историю Карелии и наглядно рассказывают о ней современникам. В этих лесах и болотах бойцам 313-й стрелковой дивизии и 15-го мотострелкового полка НКВД удалось на целую неделю задержать наступление финнов на столицу Карелии. В итоге город получил дополнительное время для эвакуации предприятий и мирных жителей. За ценой бойцы не постояли. Несколько тысяч солдат и офицеров погибли в этих местах. Останки доблестных защитников Петрозаводской Карелии поисковые отряды находят ежегодно, порой прямо на территории Петрозаводска. Это Лососинское шоссе, район одной из новых древлянок. За последние 20 лет здесь был исследован практически каждый квадратный метр земли. Однако незахороненных бойцов поисковики находят по-прежнему. Порой совершенно случайно. Искались с детьми грибы, наткнулись на ямы, которые очень походили на позицию наших солдат времен 41-го года защиты обороны Петрозаводска. И вызвали сразу ребят из отряда «Феникс». Они профессионалы. Это молодежный отряд фонда «Эстафеты поколений». И они приехали с Артемом. Мы походили, и они констатировали, что это был бой. Нашли настрел. И получилось так, что когда уже выходили из леса, это была такая, знаете, эпизодическая такая встреча, то есть только как разведка. То есть для того, чтобы обнаружить, что тут вообще стоит искать, или тут просто позиции, в которых никто не воевал. Но выяснилось по характеру боя, что вероятнее всего, что воевали. И вот потом на обратном пути зазвенел металлодетектор. Начали копать. Показался шланг от противогаза. Вот этот вот. И, значит, кусок черепа. Сначала мы не знали, что это такая вот. Но череп, он очень разрушен. Когда вот обнаружили челюсть, уже поняли, что это никакое не животное, что это человек, что это вероятнее всего, что солдат, погибший в 41-м году, защищая Петрозаводск. Сложно сказать, что здесь произошло. Одни поисковики говорят, что солдату попало в голову пуля и, значит, прямо вот сюда и вынесло все, что сзади было, насквозь. Значит, и он прямо опал, вот в окопе вот прямо осел. Другая версия этих событий, что его, значит, добили, потому что у него сломаны руки, ноги. Но, видите, столько времени прошло. Буквально через несколько минут на уже исхоженных поисковиками тропах обнаружилась новая находка. Металлоискатель среагировал на подбитые гвоздями солдатские сапоги. У немцев квадратные, а у наших круглые. Тут проходили бои. Много грибников сюда ходит за грибами, но, к сожалению, я не думаю, что люди знают о тех событиях осени 41-го года, потому что здесь нет ни памятника, никакой памятной таблички, которая могла бы повествовать людям. о тех страшных боях. Получается, что наши солдаты незаслуженно забыты. Что это? Вот эта вот кость, ну, человеческая, получается. Ботинки, человеческая кость. Ну, это значит, 90%, что мы сейчас здесь еще откопаем. Ну, это, видите, боец верховой, поэтому нужно в районе, наверное, квадратов четырех все полностью снимать. И, наверное, уже не сегодня. По-видимому, карельские леса скрывают еще много тайн. Война заканчивается лишь тогда, когда будет похоронен последний ее солдат, как говаривал Александр Васильевич Суворов. А народная мудрость гласит, человек не умирает до тех пор, пока его помнят. Пока жива память. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Война нас гнула и косила, Пришел конец ей самой. Четыре года мать без сына, Четыре года мать без сына, Пошли домой.